Доброго дня! Сегодня 19-й день в революционном тавре Белии Верховной Рады. Сегодня неделя. Ведем прямую трансляцию. Просьба тех людей, которые сейчас будут ее смотреть, сообщить, дать обратную связь, насколько хорош звук. И те люди, у которых есть вопросы, могут задавать их по мере трансляции. Значит, ну начнем с задач и целей. Войсковый табор на Грушевского и лагерь гражданских, лагерь Грухуновых сил, он находится на площади Конституции. Цели и завдания. Кто мы? Хлопцы, девчата, которые здесь находятся, сформулировали свои цели, я их сейчас зачитаю. Солдаты и офицеры, которые защитили Украину от оккупации России. Мы не прихильниками Саакашвили или любой другой политической силы. Партийная символика в военном таборе заборонена. Есть только фраги национальные, национально вызванные и флаги громадских организаций и батальонов. Почему мы тут? Мы решили поддерживать людей, что вышли против топ-коррупции. Мы защитили их от нападов спецпризначенцев. Когда мы увидели, что многие люди игнорируются, мы взяли ответственность на себя. Дальше самое важное. Мы придем до конца. Все олигархи будут избавлены владею в Украине. Все зрадники будут покараны. Законы станут обязательными для всех. Как мы этого достигнем? Мы не допустим, а не заколотив, а не репрессии воюющей державе. Мы кличем у наших демобилизованных побратимов с Добробатев, та Сбройных Сил Украины вставать поруч. Добро организованы, за поддержку цивильных мы досягнем всех поставленных целей. Ветераны войны за незалежность, рух вызволения. Напоминаю, что сегодня 19-й день. Давайте четко определим, что у нас в сухом остатке за это время. Первое и самое важное. Вейсковые действительно смогли захистить гражданских. И это первый за три года системный протест в рядовом квартале. Системный антиалитический протест, который не был разогран, дискредитирован. Я думаю, здесь причина такая же, как и на блокаде торговли с оккупантами. Здесь вместе объединились гражданские, вейсковые, народные депутаты. Тут нет партийной символики, четко поставленные цели. И люди не были ни проплачены, ни залежны в виду лады. Поэтому тут обошлось все без ходьбы вокруг столба с ночевкой. Если были напады спецпризначенцев, они жестко пресекались. Если нападов не было, пресекались провокации. В лагере железный порядок, дисциплина. Отсутствуют алкоголики, отсутствуют люди, которые там специально засылаются психическими оклонениями. Бомжи. Им оказывается медицинская помощь. Тут находится машина скорой помощи. Если нужно, дают поесть. Но дискредитировать протест с нахождением здесь людей в состоянии алкогольного пенения никто не дает. Ну и четко написано в самом входе в лагере, что тут гроши не платят. Теперь по поводу сухого остатка. Первое, я уже сказал. Второе, самое важное. Мы сейчас позбавились за все это время кучей имитаторов. Людей, которые только засоряли сцену тогда, когда начались эти протесты. Я не буду их называть. Я думаю, вы все добрые разумеете, о ком я говорю. Вводить народ вокруг столба с ночевкой, а в нужный момент уводить их под разными предлогами от цели. Это у нас национальная особенность в линскполитике. Третье, выкрестрелизировались люди, которые взяли на себя ответственность за дальнейшие протесты и создали рухвызвание за вызвание Украины вид олигархи-втазрадники. Четвертое, какая сейчас ситуация? Четко были поставлены требования от ветеранов до президента Порошенко внести законопроект про антикоррупционный суд, который садил бы реально на большие срока министров, депутатов, детей, высокопосадовцев, которые замешаны в топ-коррупции, отточения президента и прочее, 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 прокуроров и так далее. И второе, внести законопроект про импичмент. Порошенко отказался в очередной раз, проигнорировав это, поэтому ветераны четко объявили. Дальше свои действия. Они продолжают разбудовывать революционные организации по Украине, они продолжают наращивать свои силы, дальше они блокируют, организовывают блокаду бизнеса Порошенко, белые его части в виде бойкота, я имею в виду магазины, я имею в виду агарные предприятия, банки, то есть все то, что наворовал, будучи народным депутатом, министром, руководителем РНБО, президентом, пан президент, который не хочет быть верховным главнокомандующим, он хочет быть верховным коррупционером, ему лучше быть бизнесменом и руководителем мутных схем, чем гетьманом краины. И второе, жесткое блокирование физическое тех схем, серых и черных, в котором Порошенко обогащается, с Медведчуком, с Ахметовым, с Путиным, сейчас идет подготовка, мобилизация сил, и в ближайшее время начнутся эти действия по всей стране. Четвертое, сейчас мы можем четко оценить ситуацию. У противника, я имею в виду у коллаборантов, предателей и заложенных вид Путина, людей в украинском политикуме, с одной стороны, колоссальная перевага у медиа. Практически все медиа и в интернете, и в телеэфире принадлежат тем или иным олигархам, как и депутаты, как и министры, как и судьи, как и чиновники. Масса проплаченных ботов, лидеров мнений, которые с громким крестом вскрываются. Псевдоволонтеры, лица, которые почему-то не оказались на передовой в момент, когда пошла навала, а сейчас активно пытаются кидаться войном на ветеранов, которые здесь находятся. СБУ контролирует очень большое количество спилок ветеранов АТО. Распространяется пропаганда на уровне, от чего вы сюда пойдете, здесь за проданцы Саакашвили, Соменченко, а сами мы не пойдем, тому еще ни час, ни на часе. То есть, однако сил у режима фактически нет. Если вы помните все эти истории о том, что министр внутренних дел отказался разгонять табор и за это получил ответку от Порошенко, так я хочу сказать, что отказаться разгонять можно то, что мочь разгонять. Да, действительно, было народу очень много, несколько тысяч насгвардейцев, спецпризначенцев, полицейских, но, как говорится, много званых, но мало избранных. Связанно со ветеранами, которые готовы стоять здесь до конца, это не бабушек с семечками разгонять. Поэтому хлопцы четко заявили, они против различных переворотов в условиях войны, но они не допустят репрессии в отношении людей. Поэтому те, кого сейчас пытаются дергать за блокаду, в отношении которых по регионам пытаются приводить какие-то репрессивные меры, приезжайте сюда. Здесь все вместе, мобилизовавшись, встав в один ряд, мы способны защитить и друг друга, и страну. То есть сил, несмотря на колоссальную перевагу в людях, запроданцах, в деньгах и медиа, у Порошенко нет. У нас сил пока еще достаточных нет. Но у нас есть возможность, идя к людям с правдой, рассказывая им, что на самом деле происходит, отвечая на вопросы, проводя точечные удары, партизанские удары, по олигархической системе, есть возможность наши силы нарастить и победить. Мы абсолютно уверены в этом, несмотря на то, что мы знаем, что планируется сценарий, в том числе физического уничтожения. Но, знаете, у меня, у моих товарищей, мы были не на одних похоронах наших побратимов. Все, что там, это слезы родителей, слезы родственников, щемит сердце, но мы готовы, если нужно, последовать туда же, потому что это уж одному Богу решать, кому когда. Потому что абсолютно уверены, что мы сейчас сражаемся за правовое дело, точно так же, как и наши товарищи на фронте. И что мы увидимся еще с нашими товарищами. Знаете, на фронте и после фронта атеистов мало. Я абсолютно уверен, что если человек отстаивает правду, пусть он будет даже в меньшинстве, и если на его стороне Бог, то расклад сил очень быстро меняется. Поэтому мы абсолютно уверены в том, что наши силы будут возрастать, силы противника уменьшатся. Что дальше? Дальше, если вы готовы помочь руху вызвания ветеранам, добровольцам, есть несколько вариантов. Первое, приехать к нам сюда, встать в наши ряды. Постоянно, либо временно. Здесь, либо у себя в области. Связывайтесь по телефону, который указан на сайте, на фейсбуке руху вызвания. На сайте и фейсбуке штабу блокады. Можете писать мне в личку, Егору Соболеву. Седьмого числа, во вторник, мы попробуем здесь собрать большую нараду командиров. Ну, попробуем, потому что многие здесь не заняты по регионам. И примем все меры для того, чтобы защитить гражданских, если будут новые попытки их разогнать. Если вы готовы лично вступать в ряды руху вызвания, то каким образом это делать, я сказал. Второе. Если кто готов до помощи финансово, то он может либо найти на фейсбуке штаба блокады, фейсбуке руху вызвания, номер карточки. Это подполковник Акимович, тот же самый человек, который за это отвечал на блокаде. Это начальник штаба Донбасса. Я имею в виду про настоящий Донбасс, а не фейковый, который создал Порошенко в своем стиле за все эти годы. И или приехать сюда, как любой киевлянин имеет возможность, как любой украинец имеет возможность, который проживает не Киева. И вон находится скрынька, куда собирают гроши. Каждый день идет отчет. Здесь публичный. Ну, в основном потребы какие. Сейчас чуть-чуть не так холодно, но в среднем дрова, в среднем теплая одежда, сигареты. Тут хлопцы многие курить не могут сразу бросить. Это чай, кофе, это еда, топливые рукавицы. В принципе, больше особых потреб тут нема. Вот, мы видим еще в ранте неделя люди отдыхают. Сколько людей в лагере? Примерно 300-350 человек. В зависимости от ситуации идет ротация. Тут больше, в принципе, и не треба. Сейчас главное по регионам работа. Вот смешной случай произошел. Тут художник нарисовал портреты людей, которые в таборе. Это все живые люди. Хлопцы забеспокоились, потому что тут люди начали цветы уже ложить под это место. Написали специально, что все нормально. Это люди вызвания, герои военной незалежности, участники табора за вызвание краины. Автор работ Мария Саченко. Вот Михалыч, если вы пометаете. Он Брест, который на выходе из Оловайска подбил вместе с Усачом бронетехнику противника. Масса хороших, добрых людей. Айдар, Донбасс, сбройные силы, гражданские. Вот штаб блокады торговли с оккупантами. То есть самое главное мы не сдадимся. Мы считаем, что это только первый плацдарм. Дальше будем отбивать для Украины в условиях внутрешней оккупации другие плацдармы. Мы спокойно относимся к тому, что не всех людей удается сразу разбудить. Мы готовы к любым вызовам, которые олигархический режим будет бросать. Если нужно будем стоять здесь до конца, если будет силовой разгон. если нужно будем не уставать объяснять людям для чего мы здесь будем переигрывать их Порошенко на его поле. Это рогатки, это линия Акимовича, это мы шутим. Это подполковник Акимович наделал деревянных рогаток для того, чтобы оградить территорию табору. Сегодня вечером тоже собираются киевляне тут. Мы будем рады со всеми поспелкуваться. Вот, пытания. Давайте посмотрим. Значит, как вы относитесь к тому, что постоянно идут какие-то разоблачения в интернете, какие-то обвинения. Ну, как я отношусь? Спокойно. Очень занимательно пишут. Пусть пишут еще. Я не скрываюсь ни от кого. Я среди людей. Спокойно смотрю им глаза. Ну, иногда очень интересно пишут. Рекомендую только единственное, как читатель всех разоблачений про меня за эти три года начать придумывать что-то новенькое. Потому что, честно скажу, уже надоело читать одно и то же. Каким образом можно вам помочь, если мы находимся за кордоном? Зайдите на сайт или фейсбук руху вызвания или штаб-блокады. Посмотрите, там указаны реквизиты, как можно хлопцам допомогти. Либо вы можете финансовым помочь, либо можете помочь, прислав посылку с чем-то из-под рэп, либо просто поширить информацию. Это тоже важливо. Вот у нас сбор кошек. Вот. Как относитесь к тому, что Антон Герасченко прилюднил информацию, что вас тут собираются отравить и тем самым столкнуть с действующей властью, обвинив их в смерти людей. Ну, знаете, я по-разному могу относиться к тому, что кто пишет. Просто столько брехни уже было написано за эти годы, что я этому особо не верю. Понятно, что может быть всякое. Понятно, что нужно быть на чеку. Наш пищеблок сейчас охраняется. Вот. Поэтому мы, в общем-то, к этим провокациям готовы. мне рассказывают хлопцы в 2 часа ночи. Сегодня не я дежурил, сегодня дежурил. Павло Костенко приехал опять машин полиции и сказали, что где-то здесь вот в Мариинском парке, не в лагере, а дальше якобы пытались изнасиловать девушку и отнять у нее мобильный телефон. И они, мол, хотят пройти на территорию лагеря и посмотреть. Ну, запустили, а потом обратил внимание старшей группы нашей, что, во-первых, девушка что-то не очень похоже на ту, которую пытались изнасиловать. Всякое бывает, конечно, но не слезинки там. А телефон почему-то у нее в руке, который у нее отобрал. Но она сказала, что это другой, доброго дня, другой телефон. Они походили, посмотрели. Ну, хлопцы задали ей напрямую вопрос, не является ли она оперативной спевробитницей МВС, ЧСБУ. Ну, в итоге дали возможность полиции посмотреть, что они хотели. Вот. Была еще одна очень важная ситуация, я думаю, что люди должны об этом знать. Здесь наши хлопцы, которые в Донбассе, в том числе с Грузии, есть Ванон Адерадзе, начальник штаба внутреннего корпуса ЗАРАС. Он обратил внимание на то, что пришел человек пьяный, тоже грузинской национальности, он к нему подошел, спросил, что ты тут делаешь. Тот начал что-то ему рассказывать, в общем, пьяно его удалили, а потом показали, вспомнили люди этого человека, нашли его фото, а это, оказывается, один из грузин, который воевал на стороне ДНР. То есть сюда в лагерь засылают людей, которые, я думаю, будут фотографировать потом, и которые будут использоваться для дискредитации протеста. Ведь нужно чем-то Луценко, нужно чем-то всем этим шизофреническому окружению Авакова, нужно всем запроданцам, которые работают, получая зарплату на керевных посадах окременных сбройных силах, чьи СБУ льют сейчас говно, грязь, лайно на хлопцев, что они собираются захватывать Верховную Раду, сбройный переворот и прочую чушь. Нужно чем-то им объяснять и доказывать свои слова. Поэтому, я думаю, будут сейчас нагонять вот такого рода людей. Поэтому мы тут же сообщили полиции, дали фотографии все. Вот, поэтому готовы и к этому развитию событий. Сейчас погода радует, не так уже холодно. Друзья, я всех приветствую в воскресенье. Я надеюсь, что хоть часть народа я разбудил, потому что я понимаю, что нужно отдохнуть после трудового дня. Кто в Киеве имеет возможность, приходите сюда. Я сегодня тут буду, возьму своих детей тоже, чтобы хоть папу вспомнили, как он выглядит. Вот. Ну, а кто не сможет приехать. Желаю хорошего дня. Желаю, чтобы вы побыли со своими семьями. Желаю, чтобы у вас все получилось. Слава Украине. Всем хороших выходных.